Всем привет! С вами я, Лерилин, и сегодня у нас в программе Кодекс некронов на русском языке. Да, у меня есть такой на английском, но на русском хотелось получить себе в коллекцию, пусть лежит. Ну и вообще интересно будет сравнить, чем он отличается, потому что обещали пофиксить разные правила, стоимость и прочее. Ну вот, проверим, насколько это так. Ну а пока посмотрим, полистаем эту книжку. Ну, в конце концов, на русском языке тупо удобно иметь при себе такую литературу. Вот. Так вообще я полистала его. Он, конечно, особо по оформлению не отличается. Не везде мне понравился перевод некоторых названий, но, в принципе, если вы неплохо знаете бэк на английском, то проблем для вас это не составит. Ну а если вы все изучаете на русском, то такая, в конце концов, разница. В общем, начинается все с бэк и некронов. В основном, конечно, все это копируется из предыдущих кодексов, поэтому тут почти ничего нового узнать не получится, но все равно интересно это все полистать, посмотреть, потому что некоторые вещи со временем, конечно, забываются. Пожалуйста, вам театр военных действий можете поизучать, использовать для какого-то своего бэка, узнать, что такое миры гробницы. Такие бывают. Вот. Одна из замечательных вещей этой книжки – вот такая карта, причем переведенная на русский язык. У меня она где-то была отдельно картинкой. Нашла я ее ВКонтакте. Если вспомню где, надо будет ее приложить. К сожалению, лампа отсвечивает, не все видно. Но карта прекрасная. Можно выбрать себе династию. Здесь они, по-моему, указаны практически все, какие как-то упоминались в БЭКе. Но можно придумать свою, например, как я. Вот такая иерархия некронов. Очень удобно. Сразу дает понимание, с кем мы имеем дело. Дальше продолжаем изучать БЭК, какие бывают династии, чем отличаются друг от друга, на чем больше специализируются. Ну и, пожалуйста, выдумайте свою. Играйте за нее. Очень эффектно и красиво все это выглядит. Все эти арты, конечно, уже появлялись, но здесь они отпечатаны очень классно, на шикарной бумаге. И сама печать очень качественная. В общем, можно любоваться просто книжкой, чисто внешне. Все известные герои некронов. Про них есть какие-то рассказы. Они появляются в БЭКе других фракций. И можно выбрать династию по цвету, если вы, например, не решили, какой БЭК вам больше подходит. Темного-то, конечно, но иначе никак. Вот такие миниатюры. Все они новые, вышли с девятой редакции. Такие офигенские дестройеры, тяжелый лакуст. В общем, все они новые. Великолепнейший царь Сарих на своем летающем троне. Я его собрала, но так и не покрасила. Очень стыдно. Но что делать? Времени, к сожалению, не хватает на это. Цвета Сариханской династии и как это все смотрится на игровом столе. Многие выбирают обычно династию, которая ведет в кодексе. И, к сожалению, редко придумывают свои или выбирают какие-то другие династии. Вот, можно почитать подробнее про кодексы, традиции. Начинаются уже правила, стратагемы. Выбирайте, какие вам нужны. Есть общие, есть конкретно под династии. Фактически это переведенные на русский язык карточки, поэтому, если у вас их нет, то вот они все в кодексе. Просто карту удобно носить с собой. Например, если кодекс у вас в телефоне, карту вы взяли, и вот они все нужные вам обилки перед глазами. Также выбирайте для себя. Все цифры и правила здесь есть. Отдельно к там, дополнительные правила. В общем, все, что вам нужно. Крусейды. Все по новым правилам. Ну, династические эпитеты. Как улучшить оружие. Реликвии. Как собрать себе армию на Крусейд. В общем, все, что нужно. И дальше начинаются инфолисты под миниатюры. Вот можно даже посмотреть. Это примерно, не знаю, процентов 40, наверное, книги. В общем, начинается все с основных героев. К сожалению, они пока не в пластике. Только форджа. Но, в общем, может быть, мы дождемся их переиздания. Здесь уже новые миниатюры. Те, которые появились в Индомитусе. Нет, это старые. Вот эти новенькие. В общем, можно посмотреть все правила. Все четыре Криптека. Есть еще пятый, но он лимитный. И правила на него выходили отдельно. В этой книжке его нет. Доступен очень немногим. Но, когда я увидела его изображение, честно говоря, у меня не возникло желания его приобрести каким-то образом. Потому что, ну, он показался довольно уродливым. Поэтому я решила, что мне он не нужен. В общем, опять же, частично старые миниатюры, частично новые. Но зато вот они все собраны. Их очень много. Так что модельный ряд Некронов обновился примерно наполовину. Это очень круто, потому что армия прямо заиграла новыми красками. Не думаю, что мы теперь дождемся следующего обновления для Некронов. Практически все, что есть. Дальше уже пошла справочная информация. В общем, если вам лень искать что-то по книжке, вы можете найти все здесь. Что сколько стоит, у кого-то и особенности. В общем, все это здесь. Очень удобно. Вкратце, игровая терминология, глоссарий. В общем, все, что вам нужно. Это, кстати, очень классно, потому что вот если вам, например, не нравится какой-то перевод, то вы можете посмотреть, как оно будет в оригинале. И запомните это название. Это позволит вам ориентироваться, например, в английском кодексе. В общем, вот такая книжка. И, кстати, вот здесь в кодексе на английском языке был код для приложения, по которому можно было бесплатно получить информацию для своих Некронов. И фактически, выставив приложение, бесплатно получали доступ к составлению ростера. Здесь такого, увы, не предусмотрено. В общем, вот такая книжка. Если вы играете за Некронов или просто любите бэк этой фракции, она вам нравится, то советую ее купить. Она продается сейчас в Хобби Геймсе. Можно ее заказать. В общем, предзаказ начался где-то недели две или три назад. Я как только узнала, сразу же себе ее заказала. И если вам в целом интересны кодексы на русском языке, поскольку Games Workshop временно приостановила свою деятельность в России, вы можете найти ВКонтакте группу «Дети 41-го тысячелетия» и следить за новыми кодексами на русском именно там. К тому же они регулярно выкладывают кодексы предыдущих редакций бесплатно и публикуют какую-то свою литературу, например, артбуки также на русском языке, где собирают разную малоизвестную информацию, какие-то иллюстрации, которые попадаются очень редко. И вы можете, в общем, не задорого все это приобрести. Очень классная группа, давно за ней слежу и всем рекомендую подписаться. Реклама ни разу, это моя личная рекомендация. В общем, всем спасибо за внимание. Вот такой, ну, не очень новый кодекс, потому что вышел он все-таки спустя год после англоязычного. Но, тем не менее, всем спасибо за внимание и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok